Одно за другим приходят тревожные сообщения разных политиков о ситуации с предстоящими выборами. Риски несправедливого исхода они видят как в партийной, так и в одномандатной системе. Накануне было как минимум два заявления вокруг выборов Чикур-Кукинеша. Это даже стало причиной приглашения для участия на палате главы ЦИК Нуржан Шелдобековой. Ей откровенно задали вопрос. Высокопоставленные чиновники вмешивались ли в формирование территорий избирательных округов? Почему ЦИК под воздействием такого давления формирует удобные для определенных кандидатов границы округов? Нуржан Шелдобекова ответит, что-либо удовлетворяющее депутатов не нашла, а лишь напомнила о том, какими правилами руководствовался их орган, процитировав закон. Кто же они, эти чиновники? И как вообще в нынешнем процессе могут быть задействованы и чиновники высшего ранга, и пониже? Например, Конбекус Моналиев говорит, что и Акимы, и губернаторы, и даже главы сельских управ всегда были не последними фигурами на выборах. Как играли свою пагубную роль, так и будут продолжать. А в чем она проявляется? Проявляется в том, что они имеют административный ресурс, они договариваются с конкретным кандидатом. Тем более, эти избирательные округа были выбраны под стать конкретному кандидату. То есть торг уже состоялся. Как говорил известный классик, значит, разворовали уже до нас. Сам Усмоналиев в 1995 году баллотировался по одномандатному округу от Каракульджи. Было 17 кандидатов, и он по итогу оказался пятым. Вокруг этого района и сегодня идут споры. Несмотря на то, что там около 50 тысяч избирателей, многие настаивают, что он должен был быть выделен в отдельный округ. Он объединен с Алайским и Чоналайским. Вероятно, в каждой местности из этих есть свои фавориты. Но скорее у последних двух частей этого округа вкусы совпадут. А вот у каракульджинцев нет. Своей оригинальностью и единомыслием они поразили всех на выборах 2017 и 2020 годов. Тогда чеки с АСУ выдавали поразительный итог. Единогласно за Сорунбай Джейнбекова, единогласно за Беремдик. И ни одного голоса иначе. Этот факт сегодня привел в пример Исхак Масалиев. По мнению бывшего депутата, ЦИК должна в таких случаях задуматься. Сам он в свое время дважды баллотировался от Кадамжайского района. И на себе, говорит, испытал действия административной машины. Это начиная от губернатора Баткенской области. Он открыто на совещании сказал, что нечего поддерживать Масалиева-младшего и Масалиева-старшего. Отец баллотировался тогда от Казалкиского округа. Во время первых выборов единственной в стране из 45 округов, где прокурор гонялся, это был я. Он дважды меня, по его представлению, суд снимал звонки, оба раза по надуманным предлогам, и оба раза Верховный суд восстанавливал меня. Сегодня потенциальные кандидаты опасаются, чтобы подобные структуры не были привлечены для расчищения пути к победе определенных кандидатов от их конкурентов. После регистрации одномандатников будет видно. Если кто-то из политиков, кто точно собирался идти на выборы и явно имел шансы на поддержку, вдруг отказался участвовать, это будет поводом задуматься. Что же повлияло на такое резкое изменение намерения? Но и на пропорциональном фронте не все спокойно. Так вот, к примеру, Джанар Акаев накануне рассказал, что в некоторые политобъединения зазывают денежных кандидатов, гарантируя им победу. Мороча голову, что они, дескать, имеют некую протекцию. Как они думают исполнить такую гарантию, сегодня вопрос. Ведь голосование по партийным спискам будет преференциальным. Преференциальное голосование предполагает наличие поддержки реальных живых. И вряд ли какому-то магнату, олигарху или просто темно богатому человеку удастся получить 2-3-5 тысяч голосов. Даже если он миллион долларов удастся, это не факт. Поэтому как они собираются, я не знаю. Это только возможно в одном случае, если они будут контролировать деятельность избирательной комиссии. Эту часть, в принципе, она достаточно запутанная. Если вы в состав членов избирательной комиссии участковой, грубо говоря, напихаете своих родных и близких, то они могут спокойно вести работу. При содействии, скажем, правоохранительных органов, криминальных кругов и денег этого можно достичь. Такая угроза существует. В ЦИКе говорят, нынешняя система идентификации, которая гарантирует принцип «один человек, один голос», исключает любые махинации с бюллетенями. Тем более, что как для членов избирательной комиссии, так и для муниципальных или государственных служащих за вмешательство в выборные процессы предусмотрено наказание. Будет доказан факт админресурса или предвзятость членов комиссии, дело получит уголовный оборот. Об этом сегодня заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов. Предупреждаем, что будут приниматься жесткие меры со стороны правоохранительных органов в отношении представителей власти, если выявятся факты использования ими в пользу каких-либо политических партий и кандидатов, работников бюджетных сфер, учителей, врачей, социальных сотрудников, тех же квартальных. Если госслужащие будут злоупотреблять своими полномочиями, чтобы влиять на итоги голосования, принуждая подчиненных делать выбор в пользу того или иного кандидата или партии, то, несмотря на занимаемую должность, они будут уволены, а при наличии в их действиях состава преступления привлечены к уголовной ответственности. Члены избиркомов, отмечают наши собеседники, может, липовые бюллетени в урну и не понесут, но, например, могут пристальнее смотреть за действиями одних кандидатов и их представителей и, напротив, закрывать глаза на нарушения со стороны других. Что же касается предположения о возможных торгах между руководящими чиновниками в областях и одномандатниками, то первые вряд ли позарятся на деньги, когда в приоритете их собственный пост. Собственно, это и может определить их поддержку тому или иному кандидату.